Прострелить, дать пас. Меня Бог в свое время в вашем возрасте не пожалел. И я там повредил свое левое колено. И вот с тех пор это все уйдет, пока молоды, а потом аукнется. Всем привет! Вы на канале Усы Лукашенко вместе с Беспаловым Сергеем. Мы обновили нашу студию, и теперь наши ролики станут еще интереснее и веселее. А сегодня мы поговорим про все профессии, которые освоил один недочеловек. Поехали! Все профессии нужны, все профессии важны. Особенно если ты квалифицированный и востребованный специалист. Но в современных реалиях Беларуси, если ты таковым являешься, то скорее всего ты либо подвергся репрессиям и давлению, либо уже находишься за ее пределами. Так как у руля у нас сейчас находится мультиспециалист во всех делах и направлениях. Несменяемый и вездесущий Саша 3%, который любому может дать совет в работе и рассказать жизненную историю для повышения работоспособности. Давайте попробуем с вами посчитать, сколько профессий смог собрать и чего добился тот, кто учит всех работать. А если мы что-то упустим, напишите нам в комментариях. Детство Саши, по его словам, проходило среди растений и животных. Может это как-то связано с его постановкой на учет в детской комнате милиции? Но нам известно, что получил он первую свою специальность – дояр, помогая матери на колхозной ферме. Принцип доить до последнего он использует до сих пор. Потом, когда Сашка подрос, мама решила добавить деревенскому парню шансов выбиться в люди и купила ему баян, чтобы от девок не было отбоя. Да и во второй его профессии, деревенский тамада, данный инструмент давал бонусы. Ну, руки деревянные, если сразу. Стоит мне тебя увидеть, он не как еще. А какой Саша тамада хороший и какие конкурсы интересны, мы наблюдаем с вами уже 27 лет. Надеюсь, вы не сердитесь. Я встал с рассветом и решил подоить вашу корову. У нас нет коровы. У нас бык. Успел он наследить и в педагогике, преподавая по его словам историю. Но про уровень его знаний известно только то, что Скорина жил в Питере, а Быков писал стихи. Чего мы стыдимся? Ну, мы жили в том государстве. И Скорина был не только белорус. Он жил и в Питере. И творил там. Это наш Скорина. Россияне с гордостью о нем говорят. Василь Быков. Действительно, я на его стихах, произведениях учился. Я ему ничего плохого не сделал. Он пишет прозу, Александр Григорьевич. Но он в оппозиции президента. Ну, пишет прозу. Да, и стихи тоже. Не стихи, не хорошо писал. Ну, неважно. Ну, вы мне расскажите о Василе Быкове, который в школе учил и неплохо учил. Профессия учитель для этого персонажа – человек, не заслуживающий уважения. Иначе как объяснить уровень зарплат и рабское отношение ко всем представителям данной профессии? Скорее, это обычный инструмент для фальсификации и подтасовок. При нем школа превратилась в режимный объект с турникетами, пропусками и видеокамерами по периметру. И это не для безопасности, а для тотального контроля. На входе вместо вахтера будут сидеть милиционеры. А вход родителям внутрь запрещен, чтобы они не видели реального состояния учреждения образования. Теперь об успеваемости ребенка можно узнать только по телефону. Конечно, если классный руководитель захочет с вами разговаривать. В этой школе все требования безопасности выполнили. В учительскую теперь смогут попасть только педагоги. Вход по отпечатку пальца. В этом году, и это очень отрадно, мы заработали достаточно средств небюджетных, для того, чтобы закрыть все наши вопросы по подготовке к учебному году. И, конечно, большое спасибо нашим родителям, которые тоже приходят на помощь и помогают нам. Поэтому бюджетных средств в этом году нашему учреждению образования не понадобилось. Лукашенко очень любит рассказывать о военном прошлом и о чести. Но что еще может рассказать замполит? Ничего. Ничего, кроме типичной пропаганды советских времен. Лучше бы рассказал, как пытался там повеситься, и как был комиссован с военной службы с белым билетом. Вот это действительно была бы увлекательная история. За время его правления военная служба так и не реформировалась. По-прежнему не искоренена дедовщина. Обязательный призыв никуда не исчез. Профессиональной армии в стране так и не появилось. А желающих просто потерять полтора года жизни все меньше. Настоящих мужиков в стране осталось на три дня. Если мужик не нюхал пороха, неважно как, в армии он служил там год полтора-два-три, или он призывался на месяц-два, ну что это за мужик, если он видит пистолет и не знает, как с ним обходиться. Еще одна профессия – это председатель колхоза. Тот, который в этот колхоз можно превратить всю страну и постепенно ее разваливать, попутно избивая ногами своих подчиненных. Тут он преуспел настолько, что сельское хозяйство является самым убыточным и неподъемным его проектом. Для сельского хозяйства мы сделали действительно немало. Ежегодно мы вкладываем сельское хозяйство, помогаем селу до 2 миллиардов долларов, а вообще около 50 миллиардов мы за последние годы, насколько я помню, инвестировали в сельское хозяйство. Ой, дурак! Год от года количество сельского населения убывает и уезжает, так как работы на селе нет. А если она и есть, то прожить за такие гроши невозможно. В Беларуси есть пару показательных сельскохозяйственных подворий, на которые Саша приезжает с камерами и снимает там показуху. Но реальность далека от картинки по телевизору. Это грустно или весело? Это печально. Также нельзя не упомянуть и спортивную карьеру диктатора. Деревенский байстрюк был хорошо физически развит, что нельзя было сказать об умственных способностях. И тут понеслось. С его слов он очень серьезно увлекался футболом. Даже спал с мячом под подушкой. Также на футбольном поле получил травму колена, чем сейчас и объясняет свою предсмертную походку и несгибающиеся ноги. Все это не что иное, как попытка скрыть проблемы со здоровьем, которые все более очевидны. И как доказательство покатушки на сегвеи и кроссовки под классические брюки. Ходить деду сложно и болезненно, но Массандера продолжает топить диктатора в своих придумках. Такими темпами он и в хоккей не сможет играть. И останутся все эти убыточные строения, висящие на балансе местных и республиканских бюджетов, без внимания и ласки трехпроцентного. Да и так к нему же внимания все меньше. Ведь благодаря пляшивому деду чемпионаты отменены. Сборная проигрывает всем, кому только может. А единственные хоккейные победы только на его играх в поддавки, где пенсионеру подыгрывают обе команды. Данил, проигрываем 0-2, что происходит? Да ничего, все нормально. Как нормально? Мы проигрываем. Да ну и ладно, сейчас может отыграемся. Вообще спорт для него это слишком личное, ведь он еще и бывший президент Олимпийского комитета. А после повальных политических чисток и устранения перспективных спортсменов, результат на Олимпиаде в Токио себя не заставил долго ждать. Полный провал. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре. В натуре пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Один только паралимпийский пловец Игорь Бокий принес стране пять золотых медалей, став национальной гордостью Беларуси. Что для Лукашенко, отрекшегося от сына инвалида и спрятавшего его подальше от глаз народа, вызывает в нем еще большую злобу на весь спорт в Беларуси. Пока на расслабоне ночили, поэтому... Проявил он себя и как экономист. Но тут все очень наглядно. На каком уровне социального и экономического развития находится наша страна? И какую строчку в рейтинге занимает? Как бы пропаганда нам не старалась заливать с экрана телевизора, но мы все ходим в магазины и все прикладываем к своему кошельку. Увы, и тут фиаско. Пока в странах-соседках уровень жизни увеличивается, мы вынуждены находиться под санкциями и приближаемся уже не к техническому дефолту, а к вполне реальному банкротству. И все это благодаря старой проверенной колхозной школе управления. Ну и самая главная профессия, в которой он оказался благодаря народной ошибке, совершенной в 1994 году, это должность президента Республики Беларусь. Здесь куда ни посмотри, везде он отличился. Численность населения сократилась, госдолг увеличился, в стране исчезли все ветви власти, точнее они слились в одну, подконтрольную одному человеку. Мы всегда говорим, вот Конституция, хорошо, вот благодаря ей. Конституция это, естественно, важный документ, но давайте откровенно, это была бы бумага, если бы не вы, люди, которые формируете общественное мнение. Конституция утратила свою реальную силу. Исчезли государственные символы. Белорусский язык почти искоренен. Национальные богатства продаются за бесценок. Уничтожаются невосполнимые запасы национального значения. Приоритеты страны подконтрольны прихотям и настроением семьи Лукашенко. Слово «президент» вызывает рвотный рефлекс у всего населения страны. Единственная профессия, в которой пересидент оказался действительно безупречен, это тюремный надзиратель. Получив опыт в колонии, он перенес его на целую страну, сделав из нее образцовый концлагерь в лучших традициях фашистов, убивая белорусский народ. Лишил нас всех прав и свобод, сделал нормой, чтобы вам денег хватало только на еду, оплату жилья, ну и элементарные социальные нужды. Это враги, потому что Кейшу нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать. Перевернув страну, уничтожить государство, сделать нас рабами. Мы это доказали с помощью вас. И прежде всего, благодаря вам. Что еще им непонятно? Каждый шаг снимают камеры. Все разговоры записываются. Даже за мысль ты можешь быть подвергнут наказанию. Режим держится исключительно на штыках. А это очень хрупкая конструкция, которая может рухнуть в любой момент. И под ней надзиратели поменяются местами с заключенными. С одной оговоркой. Приговор им вынесет справедливый суд. Ведь все те средства контроля за народом также контролировали и собак режима, фиксируя каждое их преступление, которое будет доведено до суда. Наша с вами профессия – это сопротивление в любой его форме. А солидарность приближает эту победу и делает режим нежизнеспособным. Будьте готовы. Новый триггер не за горами. А вы были на канале Усы Лукашенко вместе с Беспаловым Сергеем. Не забудьте подписаться, написать комментарий и поставить лайк. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!